Приветствую вас, Лена, я так понимаю, вас зовут. Я прочитал ваше сообщение, оно написано явно в телефоне, вы делали достаточно много сокращений, в общем, какие-то моменты, я понял основные, значит, вот, знаете, у меня такое ощущение, что мужчина, он вообще не понимает вас в средствах, то есть, он с одной стороны не хочет, не желает, не готов к тому, чтобы вас отпустить, вообще, как-либо отпустить, то есть, я не говорю здесь, там, даже о просто каких-то моментах, да, а просто отпустить вас, вот, на эмоциональном уровне, чтобы вы хотя бы немножечко, там, пошили раздель. То есть, мужчина не хочет больше этого, и вместе с этим, он явно опасается, боится, если угодно, того, что вы уйдете от него, очевидно, он, очевидно, дорожит детьми, но он дорожит своими детьми по-своему. Понимаете, в чем дело, вот, в этой ситуации вы выступаете, как бы, человеком, который, ну, вообще говоря, находится в полной от него зависимости, да, то есть, вы не можете сделать ничего без ведома мужчины, вы не можете даже жить, вот, так, как бы вам хотелось бы, потому что он вам, по сути дела, не дает этого делать. Вы знаете, я не буду от вас скрывать того факта, что... Хотелось бы посмотреть ваш предыдущий все-таки вопрос, но вы его, наверное, удалили уже, я его, по крайней мере, не нашел, вот. В чате он у нас тут же есть, значит, этот вопрос, но вы его, да, вы его удалили. Шар, потому что какие-то вещи из этого вопроса мне бы хотелось поднять, потому что не все моменты я, к сожалению, помню, но раз вы удалили его, то я так вспоминаю, что ваш муж просто ставит условия определенные, и ваш муж делает вашу жизнь совершенно невыносимой. И вы знаете, вы сейчас говорите мне о том, вы спрашиваете меня о том, как вам поступать, вот, что вам делать. А вы знаете, Лена, я серьезно думаю, что вам нужно, вот, поступать так, как я вам говорил еще в своем предыдущем видео. То есть вы спрашиваете меня, что делать. Давайте пойдем от, значит, как бы от того, что есть. Во-первых, представьте врач своим детям. Вы с вами уже убедились в том, что правда, она лучше, лучше, чем лучше. Дарвик, не пытайтесь с мужем как-то вообще сейчас наладить диалог, потому что он к этому не готов на данный момент. Мужчина не готов наладить с вами диалог. Постарайтесь вот этот момент, пожалуйста, понять. Потому что мужчине не выгодно наладить с вами диалог. Это, этот момент тоже нужно очень хорошо понимать. Ну, не будет он, не будет мужчина наладить с вами никакой диалог. Ему это не выгодно. Почему? Потому что если он будет с вами разговаривать, то что получится тогда? Да, получится, что он должен будет признаться тот факт, что у вас есть какие-то права. Ну, мы не говорим права на что-то. Мы говорим права вообще. То есть, что вы, как бы, ну, равны ему. А мужчины не считают, что вы ему равны. Мужчины считают, что вы не то, что ему не равны. Вы никаких прав не имеете. И этот момент, когда мужчина так считает, ну, вам не отбороть. По крайней мере, пока, пока, пока не отбороть. А в саму мужчину он еще не верит. Он не верит в то, что вы изменились, например. Что вы собираетесь там какую-то вот свою линию продвигать. Свою позицию продвигать по какому-то вопросу. Мужчина воспринимает то, что вы, там, делаете сейчас. То, что вы говорите сейчас. Мужчина все это воспринимает, по сути, только как, знаете, вот, по моему мнению, как игра. То есть, для него это все действительно игра. И вам, ему, никак не показать того, что это не игра, до тех пор, пока вы, ну, своими действиями, вот, самостоятельными, ну, вообще, не оставить ему выбора. В том, чтобы он вас, наконец-то, правильно понимал. А что нужно для того, чтобы мужчина вас правильно понимал? Для этого нужно разговаривать. Разговаривать. Заметьте, пока мы говорим разговаривать. Разговаривать на его языке. Какой это язык? Вот, когда мы говорим разговаривать на языке мужчины, да? Какой это язык? Это язык поступков. Язык действий. Язык поведенческий. До тех пор, пока вы используете слова в своем, так сказать, отношении к нему, ни о каких подвижках в отношениях с ним говорить не приходится. Вам нужно отказаться от того, чтобы жить с ним. Либо вам нужно, если вы не хотите отказываться от того, чтобы жить с ним, вам нужно жить, как бы, да, продолжать жить с ним, но на своих условиях. То есть, чтобы мужчина видел, что да, вы вроде бы как к с ним, но при этом вы совершенно не собираетесь милиться с его таким поведением и при первой же возможности собираетесь от него уходить. Вот это то, что вам нужно сделать. Совсем хорошо было бы, если бы вы жили все-таки отдельно от него. Я отдаю себе отсчет в том, что такой возможности у вас может и не быть совсем, но тогда и вы пытаетесь понять, что он никаких подвижек не будет. В общем, мужчина думает только о себе, его волнует только он, и, соответственно, ему нет никакого резона к вам прислушиваться. Не совсем понятно, точнее, как не совсем понятно, знаете, вот этот момент, он тоже, я попросил бы относиться к нему в этот момент с пониманием и в некоторой степени условно. Вот вы пишете, значит, так, сейчас, я найду, так, значит, вот, значит, если готово на серьезный разговор, значит, вы просите от него ключи, где прописан он, а он сейчас живет там, где вы. В итоге вы живете у мамы. Я понял, мама вынудила вас уйти, а ключи он вам от квартиры не дает. Вот, вы знаете, по моему мнению, то, что делает ваш муж, это, ну, такая, знаете, типичная манипуляция. И он не имеет права, на самом деле, не давать вам ключ. Вот абсолютно никакого права он не имеет, не давать вам ключ. Поэтому, я думаю, что либо вы разговариваете с мамой и посвящаете ее в свою ситуацию так, чтобы она отнеслась с пониманием к вам, потому что ситуация действительно тяжелая. Либо вы, вот тут вот я думаю, либо вы силой, или как-либо еще владеете ключом от квартиры, куда и, собственно говоря, идете. То есть у вас в действительности нет выбора. У вас нет выбора. Вам нужно действовать только на то, чтобы защищать свои интересы. Любой сынок. Понимаете? Потому что, ну, условно говоря, вы достигли дна на отношение к себе мужчины. И я думаю, что дальше хуже будет только. вот вы подумаете, чего вы можете бояться потерять. Или, скажем так, что вас может останавливать от каких-то действий. Представляете, я хочу ответить на этот вопрос. Что вас может останавливать от каких-то действий. В пользу, я не знаю, в пользу того же мужчины, в пользу того же мужчины, в отношении того же мужчин. Да, я понимаю, вам сейчас тяжело. Нужно заводить разговоры о разводе, нужно говорить о том, что вы не хотите своего мужчину видеть. Нужно вам сейчас всячески обособляться от него, потому что других путей у вас нет для решения этой проблемы. Вам нужно как бы это сказать лучше, вам нужно озаботиться о тем, чтобы приобрести независимость от своего мужа финансовом плане, которую он, как я понял, использует как раз в своих целях, что очень плохо для вас. Вот, в принципе, в этом ключе вам и нужно действовать. У вас, я полагаю, проблемы не столько ситуационные и конфликтные, сколько проблем, наверное, все-таки по большому счету, вот как мне видится, проблемы у вас по большому счету такие, технические. И мне думается, что раз проблема техническая, то логично предположить, что просто нужно искать способ, способ решения этой проблемы. Если вы будете искать, то вы ее обязательно найдете. Другого на самом деле просто быть не может. Из вашего письма я понял такую вещь, что мужчина не готов идти на компромисс. Мужина не готов просить у вас ни за что прощения. Мужина ведет себя грубо. И на вас он сваливает то, что вот как вы пишете, да, значит, что на вас он сваливает ну, как бы, наличие проблем у него с детьми. Это поведение человека, который никак, никак не вентисован на налаживание отношений. Значит, либо он вас уже не любит, вообще не любит, и у него нету к вам какой-либо заинтересованности в чувствах. Либо он на самом деле заигрался. Ну вот, вы сделали первые шаги, значит, вы сделали первые шаги в том, чтобы от него обособиться. Вам, наверное, продолжают обозабливаться, не покупаться на его какие-то манипуляции, на его слова, и нужно вам, собственно говоря, вам нужно с детьми быть честными. То есть, вы им врете. Про ремонт, там, и так далее, это не нужно. Вот, все это не нужно. Значит, разговаривать и беспорядно сейчас найдите бесхитительный честный, обретите к маме, ваша мама, она тоже, знаете, не уверена, что он может вас выгнать. Попробуйте сына оставить с ним, придите только с дочерью, как я помню, у вас маленькая дочь, вроде бы. То есть, возможно, вам нужно будет с мамой решить пока вопрос о том, вот, как бы, почему она не хочет, чтобы вы жили у нее. вернуться обратно, я так устал, я могла обратно вернуться, вот, я читал, не совсем понятно, куда обратно вы хотели бы вернуться. В любом случае, вам не нужно возвращаться туда, куда вам не хочется возвращаться. И я не думаю, что вам нужно возвращаться туда, где вам будет хуже. Еще раз повторю, вспомнить то, что я писал вам, точнее, я говорил вам про то, что вот в своем предыдущем видео, и про то, что я вот говорил вам, как нужно себя вести. Это очень важно. Фото вы мне предлагаете выслать? Не надо фото высылать, я верю вам, что вы похудели, что вы не урод. Вот то, что не спите и не едите, это очень плохо, потому что спать, по крайней мере, точно нужно, без этого у вас накапливается переутомление, и вы не способны адекватно воспринимать ситуацию. Ну вот, значит, собственно, ваш вопрос, что мне делать? Вот я думаю, что первое, что вам нужно делать, это продумать все варианты по проживанию отдельно от мужчины, это вот первый, самый главный вариант. Ага, и второй момент, если он вот в течение ближайшего времени, например, в течение ближайших двух-трех недель не захочет, а вот вы говорили, что две недели он вас не видел, ну, соответственно, больше, если он не изменит своего поведения, вам нужно будет просто-напросто с ним разводиться. Я не совсем понимаю, что происходит с вашим мужем, но у него явно идет какая-то агрессия, явно идет какой-то негатив, он не хочет с вами налаживать никакой связи, он просто-напросто агрессирует. и эту агрессию нельзя просто так срепить, потому что она очень плохо скатывается на детей и на вам. Соответственно, если для вас сейчас наиболее приемлемым является проживание с мамой, то я очень рекомендую вам подумать, как бы вам с мамой так решить, что она была вам подъемлема и их как бы она вам должна помочь. Вам не поговорить и подумать, вот в принципе вот так вам можно помочь. То есть из того, что вы написали, вот из всего того, что вы написали, вот вы пишете, поговорила с сыном, пошла к маме, точнее была на дачу, а потом одну с ночью мамой и опять на дачу. Туда-сюда мотали. Муж не рады, ни детям не наперло, но сына в прошлом звонила ли я, то есть он как-то все-таки до вас переживает, но тем не менее, тем менее, и гордость и может быть что-то еще не позволяет ему вам позвонить. А в выходные он не приехал, но с сыном походил по магазинам и развлекался. Купил опять новые вещи себе, ну ладно, это ерунда, самое ужасное, написал ему, как он может и фотку нашу и детей, он на скаде написал, просто возвращаясь, как он может фотку нашу, что, зачем мы написали ему, не надо ему сейчас вообще писать, а дальше, ну дальше, понятно, про квартиру, если вы в этой квартире прописаны, то он объявлен вам ключ дать, это вообще можно в суд подавать на такое, в итоге вынудила маму вынудила нас уйти, почему она вынудила вас уйти, и тем более время было поздно, то есть что вы такого сделали, а она живет отчима, вы написали, отчима, ну ладно, она получается налаживает отношения с отчимом, с отчимом с твоей мамой, по крайней мере на время, вот пока мужчина не отдаст вам ключи от квартиры, если вы живете, смотрите, какая получается здесь, если вы живете в своей квартире, да, где вы прописаны, правда, кто мы непонятно, наверное, вы и дети, то вы справи, смотрите, поменять замки на квартире пока его не будет, он заработает, вот, меня замки, к ничему не давать, и все, он больше никак не попадет в квартиру на самом деле, то есть, есть, недостаточно решительное и четкое действие, если вы видите, что, ну как бы, смущенный диалог вообще вести нельзя, то есть, недостаточно решительное действие, вы в своем праве находите в своей квартире, там, где вы прописаны, то есть, это ваше право собственности и так далее, либо, если вы не хотите менять замки, не хотите есть вот так, тогда договариваться с мамой, отчимом, что-то предложите, чтобы им было выгодно ваше проживание у них, вот, другого варианта я не вижу, дальше, значит, мы с Мунием договорились, что он отдаст ключи, как вы договорились с Мунием, если он все время на вас отключить, договариваться вообще сейчас не вряд, я звоню, он одет в трубку, орет, орет, наверное, в трубку, пришла, чтобы не мучить тихий, они не догадываются, что я бегу, бегу, а, ну, вы, наверное, пришли с ним поговорить, ну, не поздоровался, проигнорировал, потом, а утром норал опять с тем же пренебрежением, что ничего не даст, то есть, вы пришли одна без детей, а как вы маленькую, маленькую дочь оставили, вот, непонятно, здесь, как вы оставили ребенка, ну, ладно, вот, далее, понятно, что он на вас кричал, сказал, что вы виноваты, вы, начинаете оправдоваться, вот это вот еще один лайный момент, вам не нужно вообще ничего мужчине объяснять, то есть, совсем, вот, вы пишите, я ему пытался сказать, что я, по-слову, не говорил никому ничего, что они в курсе, они подходят, они потому, что там, и так далее, не нужно этому говорить, это все равно, что показывает красную тряпку быку, понимаете, вы, когда оправдываетесь, вы проявляете свою сладость, вы провоцируете мужчину на пол, чтобы он продолжал вас, как бы, обвинять, потому что он видит, что вы сомневаетесь, не нужно обрендоваться, даже если вы виноваты, не нужно этого делать, вы и так сами себе вредите, вредите, ага, то есть, не нужно, никак, вот, вообще, даже давать ему понять, что вы можете быть чем-то виноваты, он вас обвинит и так, во всем, что вы делали, что не делали, не делали, поэтому не надо обвинять, не надо себя, по крайней мере, обвинять, да, не надо оправдоваться, дальше вы пишете, значит, ну, про то, что дети смайлики, папе слали, а он замощаться, пофиг, вот, я опять ехала на учебу, после на дачу, в пятницу, наверное, учеба, точно ехала в Москву, а потом, я так устала, я могла обратно вернуться жить, но, вот, куда обратно, я обычно застрашивал, в принципе, в принципе, пока тепло, вы можете жить на даче, пока вы живете на даче, продумайте вариант, как бы вы могли устроиться, то есть мужчина, в принципе, живет на вашей квартире, где, куда бы выступ у вас есть, значит, вы можете сменить замки, я уже договорил, а мужчина к вам никак не проберется, и, в принципе, права никакого у него нет, вы можете написать заявление милиции о том, что вы там, мужчина, боитесь, что вы не будкаете его, потому что он представляет для вас опасность, а у него есть жилпрощит, куда он может пойти, это квартира, где он прописан, вот, то есть, в принципе, почтный уезд, он пойдет туда и будет там жить, вам важно не считать его выбор, а ему важно показать, что вы настроены очень серьезно, без этого, ну, вообще, никак не получится разрешить ваш штраф, я устал, я так устал, в общем, знаете, вот, когда вы говорите, что вы устали, да, действительно, я понимаю, что вы очень сильно устали, но поймите их правильно, поймите правильно, то, что ваша усталость, она только потому, что вы мечетесь, вот, вы мечетесь, сюда-сюда, вы сейчас подумайте, лучше, как вам можно сделать, как вообще, ну, актуально сделать, с наименьшими заплатами, там, я не знаю, физическими, материальными, эмоциональными, нервными, и так далее, так, чтобы выжили отдельно с худым, пока, алименты вам оплатить, обязан будут, да, через суд, но обязан будут. Главное, здесь не бояться будущего, не бояться оставить свою точку зрения, не бояться оставить свое мнение, свои личные границы, не бояться оставить, и думать, как стать материально обеспеченной, независимо от мужчины, то есть думать про работу, а может быть, опять-таки, с мамой вы бы оставляли, например, дочь, сами бы работали, ну, или, я не очень просто понимаю вашу ситуацию жизненную, тем не менее, вот, именно так, я думаю, вам нужно поступать, на самом деле, знаете, вы не то, что непонятно пишите, вы какие-то вещи пытаетесь сокращать, даже по телефону, ой, то есть даже в чате вы пытаетесь сокращать какие-то вещи, вот этого не нужно, а может сокращение, они влияют на то, что, ну, на смысл, и вы, возможно, обрезаете свои мысли, то есть, смотрите, вот, вы пишете, да, насчет, вот, начинаем, с прошлого раза, помните, я поговорил с сыном, почти так маме, точнее, была на даче, а потом одну ночь у мамы, опять на даче, с датой на Мортале, мы с ним, ни вне, ни детям не написали, но сына прошел, позвонили ли я, на вых, я уверен, если приедет или нет, с сыном помогать, развлекались, купили опять новые вещи, себе, ну ладно, это ерунда, самое ужасное, не вытерпел, написал ему, как он может, и фотку, наши детей, вот вы заказали левых, магаз, и далее вы начинаете перескакивать, просто с одного на другое, далее вы пишите ему, я не хочу, так как то-то, 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 вот что это, то-то, 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 вы свои требования к мужу, вообще, как-то сформировали, понимаете, мужчина, он если считает, что вы, как бы, активничаете, да, что вы просто, вот, меситесь с жиру, например, он же вас, вот, серьезно, не воспринимает, вообще никак, он совершенно не, вот, понимая, это, все это пройдет, вы успокоитесь, все будет как раньше, поэтому, вот это вот, то-то, 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 которое вы пишите, это, вообще-то говоря, не очень правильная позиция, вы для начала, преди, чем, вот, мужчине, как бы, говорить, почему вы не хотите возвращаться, вот, когда он вам говорит возвращаться, вы не говорите ему, что вы не хотите, потому что, то-то, 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 вы у него лучше спросите, а зачем, а зачем, зачем мне возвращаться, для чего, чтобы ты на меня опять раз, чтобы ты, там, меня опять унижал, чтобы ты, там, требовал от меня чего-то, обвинял меня в чем-то, и так далее, зачем мне возвращаться, понимаете, в этом мужчине самому смормировать мысль относительно того, вот как у вас вообще все происходят отношения. Дальше, вот мужчина начинает на вас кричать, начинает ругаться, начинает, там, как-то, агницировать, и так далее. Понятно. Скажите ему примерно так. Вот спокойно, спокойно выслушайте его, спокойно, значит, послушайте, что он говорит, а потом просто-напросто спросите, ну хорошо, скажи, пожалуйста, как ты видишь наши дальние отношения? Вот, чтобы он говорил, не вы, а он, как он видит ваши дальние отношения? Как он их, как он, он их вообще представляет себе? Он думает, что вы будете вот так жить, что вы не будете ничего менять, там, и так далее. Или что? Понимаете, когда вы говорите, что вы пришли к нему, чтобы не мучить детей, наврали про ремонт, и так запалось, что в лифте тоже делали ремонт, я же нахожусь ощущение, что вы свою позицию выстраиваете, как бы на случайностях, но так же нельзя. Ваша позиция для себя самой, сначала, она быть ясной, понятной, четкой, чего вы хотите. потом, эту позицию нужно во всех отношениях донести до ребенка. Ну, не до обоих детей, хорошо, до только мальчика, но нужно донести. донести. Еще раз скажу, врать нельзя подростку. Потеряете доверие, а потом это доверие не восстановите. Ну вот. А когда у вас будет четкий план, когда у вас будет стратегия, вот, ее можно придерживать. Ее можно осуществлять. С ней можно что-то делать. Понимаете? Вот это все как раз и является на самом-то деле наиболее важным для нас. Вот это и это то, что вам нужно делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. До свидания.